Мир вам, друзья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Праведность и Дух Святой – это самое первое откровение для нас от Бога. Вся наша жизнь с Богом начинается с праведности и Духа Святого. Откровение, праведность и Дух Святой изменят всю вашу жизнь. Потому что без откровения праведности для человека практически невозможно познать голос Духа Святого. Но Отец Небесный знает это и нам всячески помогает в этом вопросе и пишет в Слове Своем и свидетельство Духа Святого в нас. И давайте по порядку разберемся в этом вопросе. Друзья, даже если мы согрешили, Бог Отец видит нас, знает нас, и это считается как ошибка. Вы ошиблись. Вы ошиблись, попросите прощения и живите дальше. Нам нужно Бога благодарить за праведность, которую Он нам дал. И это благодарение в молитве. Каждый день благодарите Бога за то, что Он оправдал вас, и изменения придут в ваш разум и в вашу жизнь. И также важно это обновление вашего разума, то есть текст Слова Божьего. Я просто советую, начните читать послание к римлянам. Это послание написал апостол Павел, и основная тема – это праведность. Друзья, наше самоосуждение закрывает наш разум перед голосом Духа Святого. Примите праведность от Бога, откиньте все. Все, друзья, возьмите этот дар от Отца, который на небе. Праведность и Дух Святой. Первое откровение. Когда мы пришли к Богу с искренней молитвой покаяния, Бог увидел наше сердце и простил нам наши грехи, и очистил нас от греха, и на это чистое место дал, исполнил нас Духом Святым. Друзья, только после покаяния и очищения от грехов. Дух Святой никогда не придет на грех. Никогда. Вспомним водное крещение Иисуса Христа. Но что мы можем сказать? Ведь мы приняли водное крещение. Грехи нам Бог простил и очистил нас. Но мы продолжаем делать непроизвольно грех. Что делать? Как дальше быть? Еще раз проходить покаяние и водное крещение? Нет, друзья. Давайте посмотрим так. Посмотрим на слово «праведность» и возможность исполнения Духом Святым, Духом Божьим. Нам важно, чтобы нас Бог считал праведным, то есть Его праведность на нас. То, как Он нас видит, это самое важное. Для Бога Отца самое важное, что мы поверили в Иисуса Христа, и что Он сделал для нас, был наказан за нас, был похоронен и в то, что Он воскрес на третий день. И эта вера и делает нас чистыми перед Богом. В Его глазах мы праведны. И это есть основание для наполнения, исполнения Духом Святым. Вера, друзья. Почитаем послание апостола Павла, послание к римлянам, глава 10, стихи с 10 по 12. И там написано. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий, верующий в Него, не постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и Эллином, потому что один Господь и у всех, богатый для всех призывающих Его. Послание к римлянам, 10 глава, стихи с 10 по 12. Чтобы быть праведным пред Богом, нам достаточно веровать в сердце. И это все. Это все, друзья. Жить не по плоти, но по духу. В послании к римлянам, 8 глава, стихи 1 и 2 написано. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Тем, кто пришел и живет по духу, во Христе Иисусе нет осуждения. Но откуда у нас осуждение самого себя? Когда мы сделали грех, что приходит самое первое? Мысль. Да. Даже если никто не видел, приходит мысль в том, что Бог-то видит. Да, мы покаялись и завтра опять делаем. Нам нужно хорошо понять и принять, что Бог нас не видит грешниками. Бог-Отец нас видит своими детьми. И осуждение часто посылает сатана. Он обманывает нас. И мы часто верим ему. И осуждаем сами себя. Помните Адама в раю, когда он сам первый спрятался от Бога? Но Бог-Отец все равно к нему пришел. Даже если мы согрешили. Так и к нам. Даже если мы согрешили, Бог-Отец видит нас, знает нас. И это считается как ошибка. Вы ошиблись. Вы ошиблись. Попросите прощения. Живите дальше. И в Библии есть места, где написано, что сатана нам часто ставит ловушки. Друзья, он намного умнее нас. И мы можем попадаться на них. И Отец Небесный знает это. Важно после греха и покаяния не осуждать себя, а концентрироваться на Духе Святом. Что Он говорит, что делать. Живите дальше. Когда согрешили, не меряйте себя десятью заповедями, а вспомните, что вы дитя Божье. Когда согрешили, помните, что Бог видит вас и знает вас, и ваше сердце, и любит вас. Когда согрешили, помните, что Бог вас считает праведными не соблюдением десяти заповедей, а тем, как вы ищете, слушайте Духа Святого. Это закон греха и смерти, и закон Духа жизни. Молитва благодарения за праведность. Очень большая ошибка в том, что мы не благодарим Бога за праведность, которую Он нам дал. Это благодарение в молитве. Каждый день благодарите Бога за праведность и Дух Святой в вас, и то, что Он оправдал вас. Помните, сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Послание к Римлянам, 10 глава, 9-11 стих. Ибо если устами своими будешь исповедовать Иисуса Христа Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведностям, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Друзья, молитесь, благодарите каждый день Бога Отца за то, что Он дал вам свой дар праведности. Дал свою праведность, и вы увидите, что через время как поменяется ваша вера. Я до главной страницы блога дал примерную молитву благодарения Богу на каждый день. Если вы не знаете, как молиться, возьмите ее. Начните молиться и со временем научитесь своей. Вас Дух Святой поведет. Но на первое время и эта молитва подойдет. Она построена на Слове Божьем. Текст Писания. И также важно это обновление вашего ума. То есть текст Слова Божьего. Я просто советую. Начните читать послание к римлянам. Это послание написал апостол Павел. И основная тема – это праведность. Друг мой, если ты еще не уверен в своей праведности перед Отцом Небесным, откинь все и начни читать послание к римлянам. Когда будешь читать, вдруг тебя заинтересовал какой-то стих. Остановись и начни читать его в контексте. То есть, что написано до этого стиха, что после него, что Павел хотел показать этим стихом. Можешь почитать комментарии к этому стиху. Сейчас в мобильных телефонах можно установить Библию и множество комментариев. Сколько времени размышлять? Читать? Можешь день, неделю, месяц, пока тебе не скажет Дух Святой, что Он хотел тебе сказать именно тебе. Не останавливайся, слушай Духа Святого. Он для тебя приготовил это место Библии. Главное, не спеши. Ведь послание к римлянам – это тоже Библия, Слово Божье. Правильно? Так значит, мы не согрешим, если уделим много времени изучению этого послания. Правильно? Мы правильны перед Богом и Его праведностью. Он нас видит своими детьми. Мешать может только наше неверие. Как убрать это от самоосуждения? Это молитва, благодарение каждый день и чтение, размышление над Словом Божьим. Лучше начинать с послания к римлянам. Друзья, наше самоосуждение закрывает наш разум перед голосом Духа Святого. Примите праведность от Бога. Ведь праведность и Дух Святой очень важны в нашей жизни. Откиньте все, друзья, все. Возьмите этот дар от Отца, который на небе. А сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.